Доброго времени суток, друзья, меня зовут Дима, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 105. В этом уроке мы рассмотрим плагин, который позволит вам делать всплывающие подсказки. Скачать его можно будет на сайте разработчиков joomlaultra.com или же у нас на сайте, ссылка будет в описании. После установки данного плагина переходим в менеджер плагинов. Включаем последний появившийся тут плагин. Чуть далее мы перейдем к настройкам данного плагина, а пока что посмотрим, как на практике работать и устанавливать всплывающее окно. Перейдем в менеджер материалов и зайдем в любой материал. Допустим, нам нужно будет всплывающая подсказка на слове автомобиль. Для того, чтобы ее сделать, нам нужно будет поместить это слово в данную конструкцию. Между открывающим и закрывающим тегом а мы поместим слово автомобиль. В свойстве title мы пропишем, что будет всплывать в данной подсказке. Можно отсюда копировать сразу. Для того, чтобы вставить данный код, надо выключить редактор. Вот слово автомобиль. Вставляем данную конструкцию. Можно вырезать тут автомобиль. И вставить его между тегами. Сохраняем. Обновляем тут страничку. И теперь у нас слово стало со всплывающей подсказкой. Вернемся опять к менеджеру плагинов. И посмотрим настройки данного плагина. У данного плагина имеется ряд настроек. Он довольно гибкий. Первая настройка это подгружать jQuery библиотеку или нет. Или подгружать только тогда, когда нужно. Вторая настройка это откуда будет подгружаться данная библиотека. Это путь к самому плагину. Далее идет эффект, при котором будет всплывать подсказка. Точнее, будет всплывать подсказка при наведении на нее мышки. Либо же при нажатии мышки на данное слово. Далее идет по настройкам сам эффект появления подсказки. То есть как слайдер. Это как сейчас установлено. Также фейт. Можете также у себя на компьютере потестировать. Но я не увидел особой разницы. Также идет тоггл. Это как качелька. Будет как лесенка открываться данный слайд. Далее можно выставить, с какой стороны будет открываться подсказка. Слева, справа, снизу или сверху. Допустим, надо сверху. Сохраняем. Обновляемся. И теперь подсказка появляется сверху. Далее следует включить или выключить эффект отскока для слайдера. Здесь можно выставить расстояние окна подсказки от слова. Если тут стоит значение 0, то окно подсказки будет прилегать вплотную к слову. Если же мы, допустим, выставим значение 20, то данная подсказка поднимется чуть-чуть выше. Оставим значение, которое и было. Переходим далее. Здесь можно выставить скорость открывания подсказки. Допустим, выставим 1000. Сохраняем. Обновляем страницу. И теперь у нас подсказка медленно появляется. Ниже следует свойство, в котором можно выставить скорость эффекта исчезновения подсказки. Выставим 2000. И теперь у нас подсказка медленно появляется. И при убирании мышки будет еще медленнее исчезать. Перейдем к следующим настройкам. Здесь можно настроить сам эффект перехода. Тут множественный выбор, так что можете посмотреть, повыставлять, которые вам больше нравятся. Далее следует настройка. Здесь мы указываем число. Это будет количество миллисекунд, после которых при наведении мышки будет всплывать окно. Допустим, мы выставим 100 миллисекунд. Сохраняем. Обновляем страничку. И при наведении мышки на слово данная подсказка будет появляться только через 100 миллисекунд. Будет начинать появляться. Далее, как вы уже понимаете, следует настройка тоже в миллисекундах. При том, когда мы будем убирать мышку с данной подсказки, она будет исчезать только через то время, которое мы здесь установим. Допустим, установим 200 миллисекунд. Сохраняем. Обновляем страничку. Наводим. И теперь убираем мышку, когда у нас будет в течение этого времени убираться данная подсказка. Далее идет прозрачность данной подсказки, данного самого всплывающего окна. Можно выставлять значения между нулем и единицей. Допустим, выставим значение 0.5. Сохраняем. Обновляем страницу. И теперь при наведении подсказки у нас будет подсказка очень прозрачная. Выставим обратно единицу. Далее в настройках можно выставить, включать данное всплывающее окно в интернет-эксплорере или нет. Также можно выставить положение всплывающего окна относительно слова по горизонтали и по вертикали. Допустим, выставим right и по вертикали bottom. Сохраним. Обновим страницу. И теперь у нас всплывающая подсказка появляется ниже слова справа. То есть в этом плане очень удобно и гибко происходит настройка данного плагина. Также положение подсказки можно регулировать вручную, вводя сюда свои числа. Числа будут измеряться в пикселях. Первое число будет вводиться для положения подсказки по вертикали. Второе значение будет вводиться для положения по горизонтали. Для того, чтобы подсказка уходила наверх, надо будет писать отрицательное значение. И также для того, чтобы подсказка уходила налево, надо будет писать отрицательное значение. Допустим, мы хотим, чтобы у нас подсказка была выше на 10 пикселей и чтобы была левее на 20 пикселей. Сохраняем, обновляем страничку и теперь у нас подсказка появилась по заданным нами вручную параметрам. Далее в настройках можно отключить показания тега title, то есть оно по умолчанию стоит как выключено. Если мы отключим эту настройку, сохраним, обновим страничку и у нас еще будет отдельно всплывать окошко тега title. Я думаю лучше всегда включать отключение title, сохраняем и последняя оставшаяся настройка включает в себя отображение крестика во всплывающем окне. Включим да, обновляем страничку и теперь можно выключить вручную подсказку. На этом урок закончен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok